Пенсия в один клик. Именно так теперь можно охарактеризовать новый способ оформления страховой пенсии в Тверской области. Жителям больше не надо заранее записываться в отделение, выжидать долгие очереди в пенсионном фонде и оформлять бумаги. Свои будущие выплаты можно оформить онлайн. Подробности о новшествах в следующем материале. Оформление страховой пенсии – важное дело для каждого жителя Российской Федерации. К тому же данная процедура стала удобной и простой. Свои выплаты по наступлению пенсионного возраста теперь можно оформить через портал госуслуг в автоматическом режиме, без участия специалистов Пенсионного фонда России. Правом на назначение страховой пенсии в автоматическом режиме могут пользоваться граждане, которые достигнут пенсионного возраста, у которых отсутствуют периоды работы за пределами Российской Федерации, которые не являются получателями пенсии по линии силовых структур и у которых на лицевом счете имеется страховой стаж продолжительностью не менее 15 лет и пенсионные коэффициенты в размере 30. Важно, чтобы гражданин еще до наступления пенсионного возраста убедился, что все периоды его трудовой деятельности учтены на индивидуальном лицевом счете в Пенсионном фонде. Если говорить о самой системе Пенсионного фонда, то она потерпела много изменений за последние несколько лет. Увеличение пенсионного возраста, льготы для госслужащих, медицинских работников, педагогов, увеличение материнского капитала, изменения есть как позитивные, так и не очень. Учитывая все эти трансформации, мы решили поинтересоваться у жителей Верхневожья, устраивают ли их пенсионные выплаты. Хватает ли вам пенсии для комфортной жизни? Вполне достаточно. Ну что вы, я всю жизнь поработала педагогом, детском садово-воспитателем, получаю копеечную пенсию. Просто наш код 55-й почему-то не входит, какой-то коэффициент у нас был маленький. Вполне. А сколько вы, если не секрет? А? Получаете пенсию, сколько, если не секрет? Не секрет, 26. И вам хватает, да? Вполне. А вам? Мы вдвоем, потому что у меня там меньше пенсии, намного, но как вдвоем, так и более-менее нормально. Можете называть сумму пенсии для комфортной жизни? Наверное, для нынешних пенсионеров для комфортной жизни 1050. Смотря какая ситуация будет в стране. От этого зависит? Конечно, зависит. Ну, уровень жизни разный. Ну, на сегодняшний день? Да. Ну, не знаю, у меня просто потребности большие. Ну, 1050. Ну, 1025 минимум. Сколько людей, столько и мнений. У всех трудовой стаж, уровень заработной платы, коэффициенты и другие условия разные. А значит, запросы и ожидания тоже разнятся. Но в любом случае система не стоит на месте и развивается. Согласно нововведениям, пенсию будут назначать с момента подачи онлайн-заявления, но не раньше дня возникновения права на нее. Само же решение о назначении выплат сформируется в течение трех часов после его регистрации в пенсионном фонде. У выдавления об этом будет направлено в личный кабинет на портале госслуг.